Подпишитесь на нашу ртуб-канал и соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 7 февраля, друзья. Вторник. Церковь молитвенна ждет память святителя Григория Богослова. В эфире «Утро на Спасе». С Богом, друзья, в новый день. Совместима ли наука и вера в Бога? Как устроен домовый храм Тимирязевской академии? Богослов, проповедник, ближайший сподвижник святого патриарха Тихона. Как выпускник МГУ стал священномучеником и покровителем Воронежа. Православная вера в Австралии. Чем наполнена жизнь жены священника на краю света? И что породило глубокую связь между святым праведным Яном Пронштадтским и императорской семьей? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». «Все прощает Бог кающимся и молящимся», говорил преподобный Нил Сурский. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Давайте начнем это утро со слов святого Евангелия. Отрывок из 13 главы Евангелия от Марка. Прочтем вместе с народным артистом России Алексеем Гуськовым. Когда же увидите мерзость запустения, веченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из своего дома, и кто на поле, не обращаясь назад, взять свою одежду, горе беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Мы слышали сейчас отрывок евангельский, где Христос говорит пророчество о кончине этого мира. Там страшные слова. И действительно, Он говорит, что если бы вот эти дни не сократились, то вообще не было бы никого спасающегося. Потому что, понятное дело, что окончание человеческого рода, человеческой цивилизации будет связано с какими-то страшными катастрофами. Причем, в том числе, это связано с развитием прогресса. Никогда церковь не выступала против прогресса. Это очень хорошо развиваются технологии, развивается медицина. Никогда церковь не была против развития медицины. Это очень, наоборот, хорошо, что люди могут жить дольше. И что есть лекарства от страшных заболеваний. Вот сейчас прямо прорыв инноваций в плане лечения рака. И я думаю, что большинство верующих людей прямо с энтузианом воспримут возможность людям помочь, которые заболевают, потому что сейчас достаточно много таких больных. Я вот среди моих прихожан, которых я собору причащаю, многие как раз болеют страшным заболеванием. Поэтому прогресс – это хорошо. Но всегда необходимо нравственное осмысление прогресса. Если прогресс идет без осмысления, если нет оглядки на этику, то очень быстро все выйдет к тому, что просто сам человеческий род сам себя уничтожит. И Христос говорит об этом мерзости и запустении, которые придет на нашу землю. И в первую очередь это начинается с человеческой души, с самого человека. То есть когда человек расчеловечивается. У нас очень многие люди хотят стать христианами или какими-то духовными людьми, не став даже просто человечными. И когда мы говорим о роботизации, о развитии искусственного интеллекта или о каких-то таких вещах, вроде все это нужно и правильно. Но вот Святейший Патриарх Кирилл на последнем собрании московского духовенства, он обратил на это внимание только пристальное. И, кстати, в парламенте законодательная инициатива была тоже связана с тем, чтобы ни в коем случае не ушла вот эта история инноваций, развития технологий вперед этики. Всегда этика, она немножко притормаживает, конечно. Потому что мы знаем, как ученые иногда делали страшные эксперименты, не только неэтичные, а просто откровенно преступные. Я там даже не говорю про животных. Но там на людях были эксперименты. И иногда, что понятно, чтобы побыстрее что-то протестировать, попробовать, но просто не считались с человеческой жизнью, с человеческой судьбой. Поэтому всегда нужно, чтобы часть общества, здоровая часть общества, сохраняла именно этические принципы, религиозные принципы. И чтобы развитие технологическое не привело к тому, что человечество просто само себя уничтожит. Но мы знаем все равно, что мир рано или поздно придет к своему окончанию. Единственное, что если мы не хотим помочь, чтобы этот мир рухнул, то мы можем всегда отсрочить, каким образом умножая веру и любовь в этом мире. Если мы будем с вами источниками веры и любви, то вот эти страшные дни, они отодвинутся подальше. И если мы детей и внуков научим, то еще дальше. Это точно, батюшка. Мне очень понравились ваши слова о том, что многие люди, стремясь к духовности, они начинают с того, чтобы стать просто человечными. Как часто мы слышим такие истории, даже если на личном опыте, что когда человек заходит в храм, его кто-то начинает обсуждать, что он как-то не так одет, как-то не так выглядит, как-то не так себя повел или не той рукой свечку поставил. А ведь важно, что человек пришел в храм. Это значит, что у него есть такое истинное душевное стремление к познанию Господа. И это уже хорошо, это уже похвально. Спасибо вам еще раз, ну а мы продолжаем. А сейчас давайте вместе с Дарьей Полей посетим Тимирязевскую академию и узнаем, как устроен домовый храм этого университета. Домовый храм Тимирязевской академии был освящен в 2009 году в честь священно-мученика Иоанна Артаболевского, бывшего профессора кафедры богословия и настоятеля храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Он был выдающийся вообще человек, знал прекрасную историю. Он написал историю Петровско-Розумовского поместья, 50-летие учебного заведения. Потом он очень много проводил кружки, молодежные кружки, беседы у них проводились разные, приходили многие преподаватели к нему, в частности, братья Вавиловы. Был членом Высшего церковного совета. У нас в алтаре имеется копия грамоты, которую святейший наш патриарх Тихон получил ему за участие в Высшем церковном совете, как раз по вопросам воспитания молодежи. После Октябрьской революции священник трижды подвергался арестам и тюремному заключению. 17 февраля 1938 года он принял мученическую кончину на Бутовском полигоне. В 2000 году юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил отца Иоанна Артобалевского к лику святых. Вот теперь он наш молитвенник, мы ему молимся. Уже больше 10 лет здесь совершается служба. Служба у нас получается где-то около 280 в году. Стараемся почаще здесь служить. Отец Владимир подчеркивает, этот вузовский храм – один из немногих посвященных преподавателю. Темирязевская академия издавна славится своими духовными традициями. Поэтому многие ее сотрудники приходят в эту церковь после работы. С первых дней практически прихожанка этого храма. Работа заканчивается, как раз начинается уже служба, и мы прямо к началу службы стараемся. Мне вообще кажется, что академия, особенно в последнее время, она существует до сих пор благодаря храму, благодаря молитве, которая благодаря нашему батюшке, и заступничеству Иоанна Артобалевского. С 2018 года для учащихся академии организовали курс лекций по основам православной культуры. Отец Владимир признается, говорить со студентами на одном языке ему помогает не только опыт, но и образование. Я сам кандидат Белгизи наук. Я учился в ветеринарной академии имени Скрябина. Работал там, защитился. Иногда я использую в проповеди, например, какие-то научные исследования, научные данные. Это очень импонирует студентам, когда на их языке начинаешь разговаривать. Помимо курсов, при общении храма действует евангельский кружок и студия для детей дошкольного возраста. А студентка третьего курса академии Лада Матвеева пришла в храм с мечтой. Девушка хотела петь в церковном хоре. Оказалось, что этому здесь тоже учат. Меня так радушно приняли. Я попросила помощи в своем обучении. И сейчас прихожу, пою для Бога, учусь читать на церковно-славянском, петь в храме. Мне это настолько нравится. Я настолько радуюсь от этого процесса. И для студентов двери храма всегда открыты. Мне настолько нравится вот эта активность, которая проявляется и к молодым людям, и преподавателей всегда привлекают к богослужениям. Конечно, социальную работу храмов осложнила пандемия коронавируса. Вузы только недавно вернулись к кочной форме обучения. Несмотря на это, отец Владимир уверен, впереди новые проекты. Но главную свою миссию домовые храмы при вузах будут выполнять в любые времена. Для нас важно, чтобы люди ушли отсюда нравственными, устойчивыми, имели нравственные устои. Без нравственности никакого будущего человечества не будет. И, в общем, мы должны стараться все-таки молодежи прививать какие-то нравственные понятия, нравственное поведение. А без церкви это невозможно. Максим Соколов, Дарья Поли, Андрей Андреевских, Андрей Звягинцев. Телеканал «Спас» совместно с комиссией по работе с вузами и научным сообществом. Есть такая прекрасная закономерность. Когда мы совершаем добро для другого человека, тепло становится на нашем собственном сердце. И сегодня я предлагаю совершить такое доброе дело вместе. Знали ли вы, что каждая третья беременность в России заканчивается абортом? И когда до неисправимого шага остается совсем чуть-чуть, на помощь приходит фонд «Женщины за жизнь». Здесь беременных поддерживают волонтеры, психологи, юристы, гинекологи и кураторы. Любая помощь, лишь бы сохранить человека. Они оказались рядом в нужный момент, и на свет появились почти 2500 младенцев, чьи мамы до знакомства с фондом хотели сделать аборт. Все это возможно благодаря нервнодушным сердцам и пожертвованиям, на которые живет фонд. Пожалуйста, помогите сохранить себе человека и дайте шанс новой, ни в чем не повинной жизни. Отправьте любую сумму на номер 3443 со словом «женщинам» и суммой пожертвования. Например, «женщинам» пробел 200. Ну а мы продолжаем. Богослов, проповедник, ближайший сподвижник святого патриарха Тихона. Как выпускник МГУ стал священномучеником и покровителем Воронежа. О святом архиепископе Петре Звереве расскажет Юрий Батурин. «Он, наш дорогой, незабвенный пастырь, стоит посреди. И все мы, от мала до велика, стремимся стать поближе к нему, сплотиться около него. Вот кто настоящий пастырь. С ним не страшно умереть хоть сейчас. Он всех нас поведет за собой в Царство Небесное». Так писала Ирина Михайловна Картавцева о своем духовном отце, владыке Петре Звереве. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы нести правду Божию. Самозабвенно служил людям и боролся с обновленческой ересью. И за это поплатился свободой и жизнью. Имя Василий Константинович Зверев. Год рождения. 1878. Место рождения. Село Вишники Московской губернии. Образование. Московский университет. Казанская духовная академия. Имя при монашеском постриге. Петр. Звание. Архиепископ Воронежский и Задонский. Арестован по обвинению в антисоветской агитации контрреволюционной деятельности. Приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. В 1922 году нашу страну, истерзанную революцией, гражданской войной, постигла еще одна беда. Начался обновленческий раскол, инициированный большевиками для уничтожения церкви. Будущий священомученик Петр Зверев, на тот момент епископ Старицкий, обратился к своей пастве с воззванием. Он предостерегал паству от этого раскола и призывал верно держаться патриарха Тихона и канонической церкви. Это и послужило во многом причиной гонения на него, но при этом и помогло сохранить паству святителя Петра в верности православию. Власти текст обращения к публикации не допустили, объяснив решение тем, что владыка Петр якобы натравливает одну часть духовенства и верующих на другую. Его приговорили к двум годам ссылки в Туркестан. Условия жизни в лагере были суровыми. Епископ тяжело заболел цингой, но сумел выжить, и после освобождения был назначен на Воронежскую кафедру, а также возведен в сан архиепископа. Когда владыка Петр прибыл в Воронеж, там были очень сильные обновленцы. Но его служение, да и сам образ этого удивительного архиерея привели к тому, что многие, если не сказать большинство обновленческих приходов, вернулись в православие. Деятельность архиепископа Петра, народная любовь к нему не могли не вызвать ярости у раскольников и властей. Владыке стали поступать письма с угрозами, но он не оставлял своего служения. Архипасторя арестовали, приговорили к десяти годам и отправили в Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь будущего священномученика ожидали новые испытания. Этот замечательный архипастор был на Соловках, внутри лагеря, репрессирован за то, что крестил в водах Святого озера Истонку. Лагерное начальство ссылает епископа Петра на остров Фанзер, где тогда находился изолятор для заключенных больных тифом. Находясь в одном бараке с тифозными заключенными, не заразиться было невозможно. Владыка смертельно заболел. Будучи сыном священника, Василий Зверев с детства любил играть в церковную службу. Вместе с отцом ходил в храм, торопился к началу богослужения. Однако покладистым характером не отличался. Он очень часто дрался. Но однажды мальчику приснился сон, который изменил его. Во сне он видит, что он сидит на коленях у Христа, а под столом большая собака. И Христос берет его руку, дает собаке и говорит, ешь ее, она дерется. Проснувшись, будущий владыка, с одной стороны, очень испугался, с другой стороны, поняла, что нужно как-то изменить свое поведение. В 1899 году Василий начал учебу в Казанской духовной академии. В январе 1900-го ее ректор, епископ Антоний Храповицкий, постриг юношу в монахе. В том же году он был рукоположен в аэромонаха. Некоторое время священник служил при Московском генерал-губернаторском доме и был духовником великой княгини Елизаветы Федоровны. А в 1906-м назначен инспектором Новгородской духовной семинарии. Активный и образованный батюшка понравился не всем. Это становится понятным, когда вспоминаешь, какая была обстановка в семинариях в то время. Семинарии очень часто воспитывали не ревностных пастырей, а будущих революционеров. Человек, ревностно отдающий себя служению Богу, плюс старающийся о дисциплине в семинарии, мог быть неприятен и неудобен. Владыка сменил не одно место служения, был и настоятелем монастырей, и фронтовым священником. Где бы он ни трудился, везде обретал народную любовь и уважение. Бывал и в окопах на передовой, и в лазарете среди умирающих. Одному из арестов епископа Петра подвергли в 1921 году. Но и в камере он не переставал проповедовать. А когда Владыка уводили из Бутырской тюрьмы, с ним прощалась вся камера. Многие плакали. Его двери были всегда открыты для тех, кто нуждался в совете и утешении. Но были у него и недоброжелатели. Когда Владыка Петр был викарием Нижегородской епархии, у него были очень тяжелые отношения с правящим архиереем, архиепископом Евдокимом. Владыка Петр пытался наладить эти отношения, и как-то раз пришел к своему правящему архиерею, поклонился ему и сказал «Христос посреди нас». Архиепископ Евдоким ответил ему жуткую фразу «И нет, и не будет». Архипастер нередко оказывался один на один с суровой реальностью, возлагая упование только на Господа в ситуации, когда вокруг множилось число предателей и приспособленцев. И Бог не оставлял его, подавая силы, чтобы пройти до конца крестный путь и стяжать мученический венец. Архиепископ Петр скончался в лагере Атифа 7 февраля 1929 года. Сначала его тело бросили в общую могилу, доверху заполненной умершими. Но заключенные добились разрешения на отпевание и перезахоронение. В руки архиерея вложили крест, четки и Евангелие. Панихиду по нему совершали три священника. Один из них позже рассказывал, что когда могилу зарыли, над ней засиял столб света, а в нем появился владыка и всех благословил. Мощи священномученика были обретены в 1999 году, а в 2000-м его причислили к лику новомучеников. Православная вера в Австралии. Чем наполнена жизнь жены священника на краю света? Узнавала Дарья Полей. Угадать по этим кадрам страну, где живет семья православного священника Иерея Александра Парамонова, несложно. Это Австралия. Хотя со своей будущей супругой Лией он познакомился 11 лет назад у себя на родине. Путешествовал в России с Судручеством православной молодежи. И как раз мы были в Петербурге. После этой встречи я там познакомился с Лией. Она не хотела приехать в Австралию, но в это время, когда надо было вечаться и потом жениться, мне было послушание в храме как регента. Я после него не смог бросить этого прихода. Приходилось переубеждать Лию, чтобы сюда приехать. Был очень хитрый момент, применен хитрый трюк. Было сказано, что это временно. Потом у нас появилась Анастасия, старший наш ребенок, потом Ксения, потом Анастасия Александровна, дали приход на полукости. Он больше нужен здесь, в Австралии, чем в России. Я об этом убеждена, потому что в России священники найдутся, а в Австралии священники на обезот. Матушка Лия признается, более русского человека, чем отец Александр, она еще не встречала, даже несмотря на то, что он родился и вырос в Австралии. Я никогда не встречала такого яркого выражения и такой любви к России. Меня зовут Алекс Дарашин. По языку, по душе, по культуре, конечно, и православной вере. Можно сказать, что мы чувствуем, что мы русские. Старшая дочка Анастасия, или Анастрия, как я называю в Австралии, она всегда козыряет своим языком. Любой ребенок средней Ксении, наоборот, она наш маленький революционер, она начала пытаться изменить наши правила в доме, говорить только на русском, и начала говорить на английском доме, за что очень сильно получала Анастасия. Третий Соломон, вот с ним сложнее всего, потому что он самый упертый, и он пытается смешать два языка, и он говорит в одном положении на двух языках. Но все равно, я думаю, что он больше русский мальчик, помнился. Конечно, жизнь православной семьи в Австралии несколько отличается от привычной нам. Дело не только в жарком климате или в океане неподалеку от дома, и даже не в том, что тут можно запросто покормить кенгуру в парке. Главное отличие заключается в обязанностях, которые ложатся на всю семью священника. Я думаю, что основное отличие это количество людей. В Австралии приходы все маленькие, отношения между прихожанами очень тесные, такие семейные, все спокойные и без всякого возвеличивания. и тут можно не бояться, что ты зазнаешься. Так как очень мало предложат, очень мало помощников приходят, и часто некоторые вещи приходится делать самим. Порой матушка и батюшка на все рынки мастер от клироса до алтаря, до трапезной. В большинстве случаев матушки работают, так же, как и матушка. Например, матушка в Австралии может красить ногти, не знаю, краситься, потому что, если она в такой должности, где нужно за собой следить и выглядеть, соответственно, то, пожалуйста, изволь, что у меня еще есть и сестерская работа помимо храма. Кстати, Лия успевает не только заниматься семьей, детьми, приходом, миссионерской деятельностью и даже серфингом. Она ведет свой блог, рассказывает о жизни православной семьи за рубежом и о том, как же живется матушке в Австралии. На своем примере, в своем блоге я хочу показать, что можно одновременно быть современным, идти новым со временем, быть активным участником общества, строить карьеру, воспитывать детей и при этом быть глубоко верующим, чтобы люди не пугались православия, чтобы люди не боялись прийти в православие, потому что там скучно, там заширенные, черные платочки и там строгость и нельзя смеяться. Несмотря на все различия в стиле жизни, обязанностях и даже характерах матушек из абсолютно разных городов и стран, отец Александр уверен, что одно качество их объединяет. Любовь, нежность, матушка, большая комущица, батюшки и много, что батюшка может делать, это из-за того, что матушка его поддерживает. Матушка Лея такая, что меня поддерживает. Конечно, я с ней советуюсь когда надо и она очень активная счастлива, что так случилось, слава богу, я не представляю по-другому на самом деле. Я вижу, что почти все, что я встречала в своей жизни, оно было направлено на то, чтобы поставить меня именно в Австралии, именно женой священника. Так что, в принципе, я прямо вижу, как это было промыслительное Господом сделано, поэтому я не представляю себе такую судьбу. Дарья Поли, Андрей Звягинцев, телеканал «Спас». Обо всем самом важном на сегодняшний день мы узнаем из короткой сводки новостей. Это главные события нового дня в студии Вероника Ивашенко. Здравствуйте. Сербский патриарх Порфирий, завершая визит в Соединенные Штаты, возглавил литургию в Кафедральном соборе Восточной Американской Епархии Сербской Православной Церкви в храме Святого Саввы на Манхэттене. Богослужение здесь состоялось впервые после семилетнего перерыва. В 2016 году храм пострадал при пожаре и сейчас постепенно восстанавливается. Департамент строительства выдал специальное разрешение на проведение богослужения и присутствие на нем до 200 прихожан. Именно в этом соборе в 1856 году прошла первая православная литургия в США. Патриарх Порфирий сообщил, что богослужение в храме продолжится, а разрешение властей будет продлеваться. В ходе своего визита сербский патриарх посетил монастырь, новую Греченицу и богословский факультет в Либертивилле, соборный храм Святого Воскресения Христова и Академию имени Святого Саввы в Чикаго, а также принял участие в гуманитарном вечере в Шеревилле. Собор Борисоглебского монастыря в Торжке, находящийся на реставрации впервые с 1931 года откроют для посетителей. Это произойдет 10 февраля в день памяти преподобного Ефрема Новоторжского. Желающие смогут увидеть внутреннее убранство собора, а также сохранившиеся уникальные фрески, написанные известным художником Российской Императорской Академии поручиком Владимиром Боровиковским в 90-е годы 18 века. Храм был построен по проекту архитектора Николая Львова на месте старой церкви. При начале строительства присутствовала императрица Екатерина II, лично заложившая первый краеугольный камень. В 1931 году собор был закрыт, его внутреннее убранство утрачено. Собор входит в архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря, который был основан преподобным Ефремом в 1038 году. Верующие Томской епархии собрали около миллиона рублей для православной общины Пакистана. Благотворительный сбор стартовал в октябре прошлого года. Средства предназначены для помощи при строительстве храма в городе Исламабад, где несет служение выпускник Томской духовной семинарии Иерии Павел Анджум. Сейчас батюшка настоятель Петропавловского прихода в его родном городе Лахоре. Первый православный храм столицы Исламской Республики Пакистан будет посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. Землю для его строительства вообще накупила на средства собранные прихожанами Томской епархии и православными верующими в социальных сетях. Иерии Павел и православная община Исламабада выразили свою искреннюю благодарность всем прихожанам Томской епархии и всем тем, кто помогает верующим Пакистана. Это были главные события нового дня. До встречи. Ну а теперь давайте послушаем отрывок из второй главы Второго соборного послания апостола Петра, который прочтет для нас заслуженный артист России Андрей Мерзликин. А наипаче тех, которые идут след скверных похоти, плоти, презирают начальства, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление, истребление, злословие, то, чего не понимают, в растлении свое истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Сравняки и сквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха, они прельщают неотвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васарова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимой бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутые пустословия, они улавляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещает им свободу, будучи сами, рабы, тлени, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув скверну мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди, но с ними случается поверной пословицы. Пес возвращается в свою болевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи. В древности существовала такая поговорка, что вымытая свинья обязательно возвращается в грязь и вываливается в ней, сколько ты ее не мыл, она везде уже найдет. И апостол Петр приводит как раз этот образ, говоря о людях, которые вроде узнали Христа и даже какие-то шаги сделали, но потом настолько не прельстились, настолько в них сильно вот это развращение прежней жизни, что они возвращаются обратно, как та самая свинюшка. И впадают в грехи даже худшие. И он говорил, лучше бы этим людям даже и не начинать духовную жизнь, потому что они подвергнутся большему осуждению. Но самое страшное, что эти люди, говорят, еще начинают учить и соблазнять других христиан. И вот, знаете, в этом плане очень важно, когда люди говорят, что, ну, я вот там провел какую-то часть жизни в грехе, ну, вот я потом покаюсь когда-нибудь, да, вот сейчас молодость, такая вот жизнь резвая, веселая, такая разгульная, вот и мне даже, я помню, одна женщина сказала, что вот чтобы батюшка так рано, значит, поженились, не успели нагуляться. То есть в обществе это достаточно сильно такой стереотип, что вот юность, она должна быть именно такой разгульной. А потом уже можно покаяться, все-все-все. Но люди не понимают, насколько сильны вот эти сети греха, насколько тяжело отойти потом от грешной жизни и реабилитироваться, особенно если ты впал в какие-то зависимости, то вот я просто знаю, у меня уходит на исповедь люди, которые, например, отошли от зависимости, от алкогольной, и там, ну, не употребляют, допустим, пять лет. Как им иногда тяжело. Пять лет они не употребляют, им до сих пор. Они говорят, я не могу пройти, мне магазин, и там стоят на полках вот эти бутылки, и у меня прямо мука. Представляете? И вот как свинюшку тоже тянет. И поэтому, если есть возможность не впадать, не выращивать вот эти страшные страсти в своем сердце, то, конечно, а то потом думают, ничего, потом срублю. Да не срубишь ты их так легко. И будет все время тебя тянуть обратно. Поэтому чем чище человек блюл себя с молодости, тем легче ему будет потом житься. Как в известном произведении Александра Сергеевича, что береги честь с молоду. Это же очень важные слова. Они направлены, в первую очередь, на самого человека. Что некоторые думают, ну, от церкви лишь бы запретить, да эти старые, а не только понудеть. Это совет практически для того, чтобы человеку было легче жить потом. И многие люди, вот я знаю просто, как люди иногда скорбят, что в молодости вот как раз нагулялись. И вспоминают просто, ну, со стыдом, и ничего кроме муки у них это не вызывает. Некоторые думают, о, приятные воспоминания, как грехи молодости. Ну, никого это неприятные воспоминания. Наоборот, и еще это и тянет, и периодически помыслы мучают даже у человека, которому уже 70 лет или 80 лет. Поэтому, если есть возможность, а у каждого есть такая возможность с помощью Божьей беречь себя в чистоте, то, да, не надо к этому относиться с пренебрежением. И блажен, кто с молода был молод, и кто юность свою сберег в чистоте. И потом тебе просто по жизни будет легче. Прекрасные слова. Спасибо большое, батюшка. Ну, а мы сейчас прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересного. Ну, а сейчас настало время нашей любимой с батюшкой рубрики «Утренняя почта». Это такая замечательная возможность нам напрямую пообщаться с вами. Я предлагаю начать, батюшка, если вы готовы. Без лишних слов. Да, первый вопрос у нас от Валерии. Существует стереотип, что смириться, принять что-либо, значит отпустить руки и не пытаться преодолеть беду. Как объяснить тем, кто так думает, что это отнюдь не так? Что такое смириться? Смириться – это с миром принять ситуацию. То положение, та история, которая происходит, особенно если ты не можешь на нее повлиять, да, или как-то изменить. Вот сейчас очень многие столкнулись с теми непростыми событиями, которые происходят, и многие начали возмущаться сердцем, унывать, впадать в панику, в страх, в уныние и так далее. А что такое смирение? Это не значит сказать, а, все нормально. Ой, все, мне все равно вообще на то, что происходит. А сказать, Господи, мне тяжело, мне страшно, но я принимаю твою волю. Я понимаю, что эти обстоятельства, к сожалению, и мне нужны тоже. И через них я могу что-то там осознать, как-то проявить себя по-христиански и так далее. Поэтому с миром принять ситуацию и смириться – это вовсе не значит опустить руки. Наоборот, я принял с миром ситуацию, дальше продолжаю работать. То есть, что от меня требуется, что я могу сделать, например, вот в данной ситуации я не могу поехать на фронт или не могу взять там с каким-то политиком поговорить, чтобы он поменял свое значит мнение по тому или иному поводу в Америку поехать значит с президентом там чьи погонять. Но я могу повезти сына в школу, по дороге с ним поговорить, чтобы он рассказал о своих проблемах. Я могу жене подарить подарок. Я могу с соседями значит взять убрать подъезд. Я могу поучаствовать в благотворительной акции. У меня возможностей миллион. И более того, Господь, видя вашу добрую волю, Он будет давать и ситуации, и людей, которые будут вам помогать проявить вы с миром приняты ситуацию. Дальше продолжайте поступать по-христиански, развивать свои добродетели и духовно расти. Вот что это означает смирение. Это не проженческая позиция, это не позиция слабого человека. Скорее наоборот, это позиция именно сильного человека. Я думаю, что смириться это еще и как раз немножко успокоиться, чтобы взгляд на ситуацию стал более трезвым, а соответственно, вы будете лучше оценивать те шансы, которые у вас есть, и что-то предпринять для достижения поставленной цели, либо для того, чтобы как раз выйти из тяжелой ситуации. Так что, Валерия, спасибо вам большое за этот вопрос. Он был очень интересный, потому что, да, очень многое можно по нему сказать, и надеемся, что мы с батюшкой очень четко и ясно на него ответили. Ну что ж, второй вопрос. Батюшка, зачитайте, пожалуйста. Спрашивают, нужен ваш совет. В 23 года никогда не было девушки и не появляется на жизненном пути. Подскажите, как решить этот вопрос и в чем может быть проблема? Проблема, скорее всего, в том, что девушка вам не нужна. Вот все. Если бы вам нужна была девушка, она бы появилась. Потому что, если человек находится долго в какой-то ситуации, она не меняется, значит, ему выгодно в ней находиться. Это 100% всегда так. И когда люди начинают жаловаться, ой, я не могу выйти замуж или ой, я не могу жениться или ой, у меня не получается построить отношения с мамой. Ну, вот эти отношения вас устраивают. Как бы ни было страшно это признаваться, но если так вот честно, мы очень не любим честности, нам иногда больно. Почему пророков, кстати, избивали камнями, разрезали их, прогоняли, плевали в их сторону. Потому что они говорят правду, а правду мы не очень хотим слышать, особенно правду по отношению к самим себе. И если так вот разложить по фактам посмотреть по-честному, то мне не нужна девушка, ну, подожди, если мне, я, значит, хочу, чтобы у меня появилась девушка, мне нужно причесаться. Мне нужно пойти в спортзал, чтобы у меня живота не было. Да, ну, привести себя в порядок. Девушка, это очень дорого, то есть мне нужно зарабатывать. То есть мне нужно встать с дивана и убрать телефон. А, ну, А, это столько действий, это тяжело. Машмар. И так вот человек прикидывает внутри себя, он может даже это не проговаривать, просто прикидывает внутри себя, а, не, давай завтра. Да, но всем друзьям, я расскажу, вот, как-то девушки нету, почему-то как-то у меня это, я ни в коем случае не хочу вас как-то унизить или оскорбить, но просто нужно быть честным с самим собой. И мы все такие. То есть, если мы в какой-то ситуации находимся, вот, я, например, очень долго рассказывал, что вот я хотел бы получить образование, но это, времени не хватает, обстоятельства, времени, чтобы потупить в телефон хватает, а, значит, на самообразование не хватает. Но это же обман. Поэтому нужно иногда по-честному просто поговорить с собой, посмотреть, ну, где проблемы. Почему мне не выгодно, чтобы у меня была девушка? И как только вы увидите вот эти нечестности и перестроите вот эти невыгоды, то у вас сразу она появится. И вообще вот это выражение, что и не появляется на жизненном пути. Ну, постойте, вам 23 года, вы молодой человек, вы 100% входите хотя бы в продуктовый магазин за хлебом. Ну, или вы ходите, в принципе, из дома, вы уже, наверное, учитесь, или уже работаете где-то. В любом случае, у вас есть какие-то знакомые друзья, женский пол, я уверена, среди них тоже присутствует. Так что, все на вашем жизненном пути как раз-таки появляется. Просто девушки, которые могли бы вам подойти как пара, как ваша девушка, вы почему-то предпочитаете не замечать. А вот почему, как раз батюшка я озвучил, потому что вам по каким-то вашим причинам это подсознательно, даже если неосознанно, выгодно. Да, поэтому поменяйте просто вот эту историю, и вы сразу увидите, а вот, тут рядом. А столько девушек, оказывается, на улице. И вот это, помню, вздыхает, и это такая хорошая девушка. И все, главное вот начать с себя, тогда у нас все получится. Это точно. Следующий вопрос от Юлии. Читаю дома Евангелие по порядку, то есть не опираясь на Евангелие дня, и также псалтирь. По одному псалму каждый день по порядку друг за другом. Правильно ли это? И еще, можно ли в утренней молитве говорить, помяни Господи тех, кого упомянуть некому нужды ради? Спасибо. С уважением, Юлия. Что скажете? Сейчас спрашивают, а можно ли на молитве это сказать или то сказать? И я очень удивляюсь, как я могу регламентировать ваше общение с Богом. Это сразу, что у меня придет, а можно моей жене скажу, что я тебя люблю, а потом я люблю тебя? Я скажу, знаете, нет, вот так вот можно, а вот так нельзя сказать. Конечно, вы можете Богу говорить, вот у вас на сердце есть что-то, и вам хочется сказать, и так далее. Вообще, можете своими словами Богу рассказать все, что у вас есть на сердце, как бы так, неформально. И это невозможно регламентировать и определить, вот на эти темы вы можете с Богом общаться, вот на эти уже нельзя. Это раз. По поводу чтения Евангелия и Псалтерия, конечно, было бы логично, чтобы читать по порядку. И, кстати, чтение дневное, они обычно так и устроены. Просто иногда, если там один раз пропустили, то все сбивается, и если вы там, например, один день не успели почитать, то, конечно, лучше прочитать именно по порядку, который у вас следующая идет глава, чем пытаться попасть в годовой круг чтений евангельских. Так что читайте, пожалуйста, по порядку и Псалтерия по Псалму, и Евангелие. Лишь бы это не было таким бездумным чтением, потому что это божественное писание, его нужно читать со вниманием. Это не простое чтение. Это не то, что самое, что какую-то книжку прочитать, там, роман или повесть, это как разговор с Богом. То есть чтение Священного Писания это разговор с Богом. Это следующий уровень после молитвы. И тут нужно прямо серьезно отнестись, что я хочу, чтобы, Господи, ты мне что-то открыл через слова Священного Писания, чтобы ты мне что-то сказал. И вот с таким настроем спокойно прочитать, подумать. И тут важно не количество, а качество. Это точно. Мы каждую программу, практически каждую, говорим о том, что важно общаться с Господом как с любящим отцом. А многие люди почему-то все еще воспринимают Господа как какого-то такого очень, да, серьезного человека, который чуть что тебя накажет, покарает. Нет. Это любящий отец, которому, конечно, можно и нужно обращаться, в том числе и своими словами. Говорите от сердца, искренне от души, тогда он точно услышит и исполнит ваши просьбы. Спасибо вам большое за вопросы. Это все на сегодня. Пишите нам чаще и мы обязательно ответим и на ваш вопрос в одном из следующих выпусков нашей программы. Но мы продолжаем. Что породило глубокую связь между святым праведным Иоанном Кронштадтским и императорской семьей? Расскажет Александр Мясников. Одна из дальних поездок отца Иоанна имела совершенно особый смысл. Умирая в Ливодийском дворце в Крыму, его призвал себе государь-император Александр Третий. Небольшой храм в Нижней Арианде, который царская семья посещала во время летнего отдыха, стал свидетелем тех событий. Осенью 1894 года в октябре месяце в этом храме служил протеерей Иоанн Сергеев, будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский. Во время болезни Александра Третьего он подряд несколько служб служил в этом храме и он говорит, что свою миссию считаю незаконченной до тех пор, пока не причащу высокого больного. Поскольку сам нуждаюсь ежедневно причащением святых тайн и считаю большим лишением, если это не удалось сделать. И после божественной литургии уже 12 октября со святыми дарами, с чашей жизни, как он говорит, вместе с протодиаконом они последовали и из храма в Ливаде. По просьбе умирающего императора отец Иоанн держал руки на его голове, пока тот не предал душу Богу. Переживания тех дней заложили основу глубокой духовной связи с новым императором Николаем II, будущим святым страстотерпцем. Иоанн Кронштадтский был приглашен на его коронацию в 1896 году. Он участвовал в крещении некоторых старских детей. Вместе с Николаем II заложил грандиозный морской собор в Кронштадте. В присутствии императора Николая II после молебна Иоанн Кронштадтский осуществил закладку собора сам лично. Он, можно сказать, вымолил этот собор. Он писал письма и в военное ведомство «Спешите строить морской собор, как вы спешите строить военные суда, поскольку церковь тоже корабль, которым управляет сам Господь, соцем и святым духом и может лучше военных кораблей защитить не только русский флот, но и всю Россию. И вот Иоанн Кронштадтский очень ревностно относился к строительству собора. Он приезжал сюда часто, на леса поднимался, молился здесь, но сказал, когда собор возведут под купол, меня с вами уже не будет. Это пророчество исполнилось. В 1908 году собор возвели под купол, началась внутренняя отделка, и в этом же году Иоанн Кронштадтский представился как Господь. Батюшка Иоанн Кронштадтский наш дорогой умер 20 декабря 1908 года. В последнее время он уже, значит, даже не мог уже есть ничего. Известно, что приходил священник в последние годы, причащал его кровью Христовой, то есть батюшка причащался в последние дни ежедневно. Когда он умер, конечно, это была большая трагедия для всех православных христиан. Звезда на небосклоне учеников преподобного Сергия Радонежского. О том, как проходила молодость святого основателя Белозерской обители, расскажет Юлия Вренцова. Преподобный Кирилл Белозерский москвич казначей, который стал монахом, искал уединения, нашел его на севере и открыл для всей Руси этот живописный край Белозерья. Именно благодаря этому святому он стал нашей северной фиваидой, монашеским раем. Сегодня Кирилл Белозерский монастырь это величественная крепость. А начинался он с того, что в 14 веке пришлый монах Кирилл построил для себя в лесу возле озера деревянную келью. Самую простую избушку из сосновых бревен с низкой дверью и маленьким окошком. Следующее поколение монахов старательно сохраняли первую деревянную келью, которую преподобный Кирилл срубил своими руками. Но к 18 веку она совсем обветшала. Ее заменили точной копией, а потом и закрыли каменными стенами и крышей таким защитным шатром. Рядом еще один шатер над деревянным крестом, который и сегодня стоит на том самом месте, которое выбрал для уединенной жизни святой Кирилл Белозерский. Будущий святой родился в Москве в 1337 году. Его звали Казьма. Рано осиротев, он попал на воспитание к знатному родственнику, боярину Тимофею Вильяминову, который служил окольничем у самого великого князя Дмитрия Донского. В этом доме он жил достаточно долго, он получил хорошее образование. Когда стал совершеннолетним, его назначили управляющим, он управлял домом, но его эта работа в принципе тяготила, его всегда как-то тянуло к молитве. Управляющим или казначеем у Вильяминова Казьма прослужил довольно долго, судя по всему, до 40 с лишним лет. И все это время ждал, когда могущественный начальник отпустит его в монастырь. Казьма его тогда звали, не раз подступался к Тимофею, видимо, с разговорами о том, что он хотел бы принять монашеский постриг, но Тимофей его не отпускал, потому что не хотел расставаться вот с таким грамотным, добросовестным, честным казначеем. В конце концов, Казьма принес монашеские обеты и получил новое имя Кирилл. До 40 лет он ждал, когда, в общем-то, он сможет осуществить свою мечту. Он не женился, он вот хранил себя для монастыря. А это 40 лет, это очень поздно для Руси, потому что продолжительность жизни тогда была невысокой. И, в общем-то, принято было определяться жизненным путем к деток 20 годам. Друзья, к этому часу в мире произошло уже много интересного. Давайте вместе посмотрим короткую сводку и узнаем самые свежие новости к этому часу. Это главные события нового дня в студии Вероника Ивашенко. Здравствуйте. Сербский патриарх Порфирий, завершая визит в Соединенные Штаты, возглавил литургию в Кафедральном соборе Восточно-Американской епархии Сербской Православной Церкви в храме Святого Саввы на Манхэттене. Богослужение здесь состоялось впервые после семилетнего перерыва. В 2016 году храм пострадал при пожаре и сейчас постепенно восстанавливается. Департамент строительства выдал специальное разрешение на проведение в этом соборе в 1856 году прошла первая православная литургия в США. Патриарх Порфирий сообщил, что богослужение в храме продолжится, а разрешение властей будет продлеваться. В ходе своего визита сербский патриарх посетил монастырь, Новую Греченицу и богословский факультет в Либертивилле, соборный храм Святого Воскресения Христова и Академию имени Святого Саввы в Чикаго, а также принял участие в гуманитарном вечере в Шеревилле. Собор Борисоглебского монастыря в Торжке, находящийся на реставрации, впервые с 1931 года откроют для посетителей. Это произойдет 10 февраля в день памяти преподобного Ефрема Новоторжского. Желающие смогут увидеть внутреннее убранство собора, а также сохранившиеся уникальные фрески, написанные известным художником Российской Императорской Академии поручиком Владимиром Боровиковским в 90-е годы XVIII века. Храм был построен по проекту архитектора Николая Львова на месте старой церкви. При начале строительства присутствовала императрица Екатерина II, лично заложившая первый краеугольный камень. В 1931 году собор был закрыт, его внутреннее убранство утрачено. Собор входит в архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря, который был основан преподобным Ефремом в 1038 году. Верующие Томской епархии собрали около миллиона рублей для православной общины Пакистана. Благотворительный сбор стартовал в октябре прошлого года. Средства предназначены для помощи при строительстве храма в городе Исламабад, где несет служение выпускник Томской духовной семинарии Иерии Павел Анджум. Сейчас батюшка настоятель Петропавловского прихода в его родном городе Лахоре. Первый православный храм столицы Исламской Республики Пакистан будет посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. Землю для его строительства община купила на средства, собранные прихожанами Томской епархии и православными верующими в социальных сетях. Иерии Павел и православная община Исламабада выразили свою искреннюю благодарность всем прихожанам Томской епархии и всем тем, кто помогает верующим Пакистана. Это были главные события нового дня. До встречи. Сегодня православная церковь молитвенно чтит память святителя Григория Богослова. О его жизненном подвиге поговорим прямо сейчас. Каппадокийский город Назианс. Сегодня это всего лишь два холма Сложбины, в которой сохранились остатки руин. А когда-то этот город упоминался римлянами в качестве епархиального центра. Именно здесь стоял большой кафедральный собор, по форме напоминавший Константинопольскую Святую Софию. Построил его архиепископ Назианза, отец великого Григория Богослова. Родился Григорий в 330 году. В семье кроме него было еще двое детей Кесарий и Гаргония. Они также почитаются святыми. Домашнее образование он продолжил в Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он сблизился с Василием Великим. У святых друзей здесь была одна комната, один образ жизни. Им были знакомы только две дороги. Одна вела в храм, другая в училище. В 358 году Григорий вернулся домой и крестился. Вскоре он ушел в монастырь, который Василий Великий основал в собственном имении неподалеку от Кесарии Каппадокийской. Ныне это турецкий город Кайсири. Григорий стремился к уединению, но так и не смог укрыться в монашеской келье. Его призвали на Константинопольскую кафедру. В столицу он прибыл в самое тяжелое время владычества Ариан. Его засыпали насмешками, в него бросали камнями, подсылали к нему тайных убийц. Но примером своей жизни и пастырским словом он побеждал врагов. Ежедневно тысячи людей возвращались к православной церкви. С ересью Григорий боролся и на заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры и удалился в родной Назианс, где провел последние годы жизни. За свои замечательные богословские творения архиепископ Григорий получил от церкви наименование Богослова и Вселенского Учителя. Нетленные мощи святого хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Святитель Григорий как епископ безусловно много проповедовал и давал много наставлений для людей. И я заметил, что у него лейтмотив про поводу молчания, по поводу того, что как опасно иногда говорить и учить. Он говорит, что несомненно, помню, что слушать гораздо безопаснее, чем говорить. И этот совет касается в том числе всех, и священников тоже. Потому что когда ты что-то говоришь, вот мы сейчас в прямом эфире вещаем, за каждое слово ты понесешь ответ. И в Евангелии написано от слов своих осудишься и от слов своих оправдишься. Поэтому особенно если много людей тебя слушают, если ты имеешь какой-то авторитет среди этих людей, нужно быть особенно внимательным, потому что ты подвергаешься опасности. Даже иногда не физической, а той опасности, например, что ты начнешь возносить себя настолько, что своим словам будешь придавать какой-то божественный характер. Что некоторые люди не сомневаются в своих словах. Это очень опасный признак. И иногда послушаешь некоторых выступающих, ритеров, в том числе иногда, к сожалению, богословов или даже священников, которые абсолютно без тени сомнений говорят слова, я даже не говорю, что они цитируют священное писание, мы действительно к этим словам относимся, как к словам Бога. А свои какие-то измышления, свои размышления выдают как окончательную истину. И не возникает такое, а вдруг я могу ошибиться. И для человека, особенно который только возрастает, очень полезно им надо послушать. Я помню период просто своей жизни, когда мне хотелось все время говорить. Я встречался с людьми, мне вот хотелось им высказать, чтобы они послушали. И я заметил, что чем старше становишься и мудрее, тем тебе больше интереснее послушать, чем сказать. То есть это уже какой-то житейский опыт, уже какая-то что-то в голове у тебя проясняется. И ты уже так думаешь, а может ничего не говорить. Я по первости когда стал священником, помню, на исповеди такой прямо говорил, пытался в чем-то убедить людей. Молодой был, глупый. И все думал, что вот да, смогу что-то поменять. А в последнее время я понимаю, что вот человек готов что-то услышать или нет. И что может быть два слова сказанных гораздо лучше, чем 50. Потому что ты взвесил эти слова и сказал их, да, там, помолился Господу, что он тебя открыл. Поэтому помните этот совет святителя Григория, который, вот он-то знал цену слова. Он был великим богословом. И он сказал, гораздо безопаснее слушать, чем говорить. И часто слушать еще и интереснее. Потому что, когда мы говорим, мы высказываем свою точку зрения. А когда мы слушаем собеседник, мы можем как раз чему-то новому научиться, что-то новое узнать. Это чаще интересно. Расширить свой кругозор. Да, да. Спасибо большое, батюшка. Но мы продолжаем. И всех, кто назван в честь святителя Григория Богослова, преподобного Анатолия Оптинского, священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученика Виталия и священномученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского. Память которых сегодня празднуется, мы с батюшкой от души поздравляем с именинами. Много и благого лета, наши дорогие. Всего вам самого хорошего. А вот что произошло в этот день в истории церкви России и мира. В 1238 году монголо-татарские войска приступом взяли город Владимир. Практически всех пленных, стариков, женщин и детей убили. Этой же зимой осаду не выдержали еще 12 городов. А через два года орда Батыя разорила Киев. В 1991 году святые мощи преподобного Серафима Саровского в сопровождении первосвятителя русской церкви архипастерей и пастерей были доставлены в Москву и крестным ходом перенесены в Кафедральный Богоявленский собор. Пять с половиной месяцев мощи преподобного Серафима находились в Москве. И каждый день перед Патриаршим собором выстраивалась длинная очередь, желающая приложиться к святыне. В 2014 году открылись 22-е зимние Олимпийские игры. Они проходили с 7-го 23 февраля в российском городе Сочи. На территории России Олимпиада проходила уже во второй раз. Впервые это произошло в 1980 году в Москве. Я сам, к сожалению, не был, когда в 1991 году приносили мощи Серафима Саровского, потому что я только родился. В непростое время для нашего государства так важно было духовной поддержкой. И вот принесли мощь преподобного Серафима Саровского, которого люди так ласково называют Батюшка Серафим. До сих пор вот я очень многие спрашиваю, они говорят, Батюшка Серафим. Действительно такое большое утешение, и некоторые говорят, ну что, вот мощь, это какая разница, что можно и здесь перед иконой помолиться. Для людей важно, для нас, как для телесных существ, у нас не только душа, но и тело. Для нас важны внешние проявления, внешние символы, плюс такое явное свидетельство милости Божьей, что останки святого остались нетленными, и человек может прийти, поклониться и искренне помолиться. Для него это как бы дополнительный повод помолиться особенно усердно. И именно эта молитва является мостом, который связывает нас и с Богом, и со святыми угодниками, которые являются нашими старшими братьями. А такие теплые святые, как Серафим Саровский, они особенно, молитва им важна в непростые годы жизни нашего государства, нашей страны, и просто в семейных каких-то неурядицах, то всегда к нему можно подходить. Я помню, в детстве у нас в храме такая большая была икона Серафима Саровского с частицей мощей. Я к нему приходил, мне прямо там вот в этом месте нравилось сидеть, там как-то тепло было рядом с батюшкой Серафим. И когда я прочитал эту новость, прямо захотелось поехать в Дивеево и просто хотя бы с ракой мощей преподобного Серафима постоять и как-то отогреться около него. Потому что вот он был действительно таким теплым, святым. Давайте ему все вместе сейчас помолимся. Ну и, наверное, все наши телезрители, они слышали слова вот эти радости моя, которыми как раз батюшка и встречал всех, кто к нему приходил. И до сих пор кто приходит к нему, он тоже так встречает. А знаете ли вы, как правильно говорить с детьми о Боге? Стоит ли пугать адскими муками? И что объяснить сложнее всего? Все эти важные для каждого родителя вопросы мы обсудим с нашей дорогой гостьей. У нас в студии писатель, редактор, автор и составитель популярных книг о вере и церкви для детей и взрослых Елена Треснякова. Елена Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Викторовна. Спасибо, что к нам пришли. Я думаю, что первый вопрос, который так и напрашивается сам, как вас заинтересовала эта тема? Расскажите о своем пути, как вы пришли к тому, чтобы объяснять Библию детям? Внуки, наверное. Нет, сначала дети. Сначала дети. Когда стало можно верить, у меня как раз были мои дети старшие в возрасте около 10 лет, они у меня по годке. И я поняла, что у нас абсолютно нет детской православной литературы в разном роде. Я загорелась идеей, что мы только сами вместе можем создавать это. И я носилась с такой вот идеей, что давайте соберем всех правильных людей и как-то вот будем сами что-то такое делать. А это какой год был? Это ну, в районе там 89-го года. Вот так вот. Когда действительно не было ничего? Да, тогда действительно не было ничего абсолютно. Ну, тогда эта идея, хотя и к правильным людям с ней подкатывалась, но в общем она не реализовалась. Ну, благодаря этому порыву я попала в церковное книгоиздание, стала редактором церковного издательства, хотя не детской литературы. Но потом все возвращается, у Бога ничего не пропадает. И вышло так, что спустя долгие годы мне предложили составить в серии мировой литературы для детей заключительный том, который назывался «Библия, жития святых». Это было просто большое счастье для меня и очень важная работа, которая была достаточно трудно делать. Это в районе 2000 года было. И почти одновременно в издательстве, где я была редактором, мне предложили написать книгу о молитве для детей. Ну и дальше было, в общем, разное все время. Вышло так, что я довольно скоро стала заведующим отделом детской литературы в издательстве московской патриархии. Проработала в этом качестве лет пять. А поскольку книжек тоже еще не очень-то было, я сама писала. Я впервые попыталась объяснить, как говорить с детьми о Боге и как им читать о Боге. Это очень важно. Ведь до сих пор родители не вооружены вот этим. То есть даже если они верующие... Я как родитель и как преподаватель основы православной веры могу сказать, что действительно дети, их интересуют вопросы. Вот вы говорите про Бога. А где он? А почему рай? А ад? Почему Бог жарит на сковородке? Почему Бог, если он добрый, наказывает очень строго? И вот мама говорит, что не будешь кашу есть, Боженька накажет. И так далее, и так далее. Может быть, вы дадите некий ликбез, какие-то советы, как правильно родителям говорить с детьми о Боге? Во-первых, первое условие это искренность. Вот тут не должно быть никакой как бы натяжки. Понимаете, вот не должно быть этой двойственной там, вот есть просто жизнь такая, где мы живем с ребенком, а есть вот, а вот сейчас мы там надеваем на себя благочестие и пошли с ним разговаривать. Сказочный некий мир. Да, да, да. Сказочный мир, да. Ну вот главное должна быть искренность и какого-то никакого двуличия. И должно быть уважение к ребенку самому. Если говорить, кто такой Бог, в любом тоже возрасте, но в принципе вот для детей. Во-первых, Бог творец, творец мира. И мы знаем, что из познания творения человек может прийти к познанию творца. И в принципе, это тоже очень понятно. Вот посмотри, как прекрасно то, как замечательно устроено. Как Варвара. Кто это все создал. Великомученица. Как великомученица Варвара. И второе, Бог есть любовь. Вот это, конечно, очень важно. Бог есть любовь, вот ребенку особенно это, понимаете, когда вы говорите там про ад и все. Это сложные темы, мы об этом еще поговорим, о сложных, о самых сложных вещах. Но в принципе, исходить-то надо не из там, вот есть там рай, если будешь хорошо себя вести, туда попадешь, а вот есть ад, и будешь себя плохо вести, туда попадешь. Это, конечно, абсолютно просто неподходящий. А вот давайте как раз поговорим, о какие моменты объяснить ребенку сложнее всего? Опять же, это зависит от возраста, конечно. Все сложности снимаются, на самом деле, когда мы видим страсти через воскресенье. Все. А церковь именно так и видит. У нас такая вера, да? И тогда дети тоже, у них разная восприимчивость, и все там, и не каждый сразу вас поймет, вот там вдруг вот пронзит его это страдание и боль, которая есть, да, и что распятие – это настоящее, а не понарошку, да? Но даже если ребенок впечатлительный, его действительно это уязвит, а мы даже в литературе знаем случаи вот этого, и Лев Толстой описывает, и когда вдруг ребенка просто пронзило это, ему там становится страшно больно, то если мы вот про воскресенье, и что на все это Господь пошел из любви к людям. И вот поскольку Христос победил смерть и ад, вот про это мы должны все время помнить, Христос победит и смерть, и ада. И Царствие Божие, так сказать, он пришел, он Царствие Божие, да? А Царствие Божие вот нам дано, к нам оно пришло. Вот, собственно, ну наша православная вера просто в понятиях близких ребенку о ней надо говорить, действительно. Елена Викторовна, вот дайте, пожалуйста, совет родителям. Мне кажется, что иногда вот в педагогике важнейший принцип, как и в медицине, не навредить, если даже у нас не всегда получается помочь ребенку, главное, как Христос говорит, кто соблазнит того из малых сил, лучше там, что у жернов, ему на голове повесили, выкинули в море. Потому что отвратить ребенка от Бога, вот это страшно, там, своим примером, неправильными какими словами, там, может, запугиванием или еще чем-то. Скажите, пожалуйста, что в разговорах о Боге ни в коем случае не надо делать? Какие-то вот несколько, может, там, три вещи, которые не надо, ошибки педагогические, которые можно допустить и не надо их допускать. Вот скажите нашим родителям. А три вещи вы меня немножко озадачили, но попробуй. Ну вот, во-первых, во-первых, акцентироваться на злом Боге. Которого на самом деле нет. Нет никакого слова. Который должен помочь тебе заставить ребенка слушаться. Да, да, да. Это совершенно понятно. Вот. Потом все-таки поменьше вот этой примитивной такой, там, то есть прагматичности такой. Сделай, что будет хорошо, там, Бог тебя там по головке погладит, сделай, что будет плохо. Знаете, даже совершенно неверующий Николай Носов, у него вот, не знаю-ка, в солнечном городе, там начинается вот этим волшебником, который говорит, ну, что палочку волшебной получишь, если три добрых дела сделаешь. Торговаться с Богом. Да, но оказывается, что добрые дела, они засчитываются только тогда, когда ты о них, не думай, что там за них что-то получишь. Ну, так оно, собственно, и есть. Да, и вот как раз это важно. Если ты хочешь что-то дать ребенку, тебе самому надо это постигать, и надо это переживать. Вот нельзя это так вот внешне там. Вот там прочитали в книжке, читай там это, ходи в воскресную школу. Как известно, воскресная школа часто совсем не способна, и там православное учебное заведение, часто совсем не способны дать благочестие. Бывает. Знания могут дать благочестие, это все-таки совместный продукт. К сожалению, мы проходили случай, собственно, с учебой в православной гимназии, который прививал лицемерие, скажем, детям. Да, хотя на начало было хорошее, но действительно результаты ужасные. Мой ребенок сам как-то, в общем, мы оттуда забежали в конце концов. Вот. А вот главное, конечно, отношение родителей. Да. И приходится, видимо, подниматься в своей вере. Когда мне заказали как-то книгу, тоже детскую библию, но это было несколько заказов, прежде чем вышло настоящее. Вот. Одно светское издательство заказало, и я как начала по первым же главам книги «Бытие», мне пришлось так погрузиться в богословие, чтобы просто объяснить ребенку маленькому какие-то моменты. Это я часто говорю родителям, что если вы хотите, особенно крестным родителям, если вы хотите что-то объяснить ребенку, у вас должна быть некая компетенция. То есть вообще ничего не зная, прочитав одну статью где-то там в интернете, ничего не получится. Нужно немножко вникнуть, самому заинтересоваться, и, как вот мы говорим, если будете сами гореть, то вы сможете зажечь по-хорошему ребенка этим интересом. Конечно. И есть такое выражение, если ты не можешь простыми словами объяснить что-то ребенку, то ты этого сам не понимаешь. Ну, конечно. Елена Викторовна, еще вот мы начали такую тему про рай и про ад разговаривать. Как вот на вашем опыте, как доходчивее объяснить детям про рай и про ад? Ну, про рай, опять же, как-то достаточно просто, я бы сказала. Потому что, я не знаю, я каждое воскресенье, ну, не только воскресенье, когда в храме хожу, вижу семьи с детьми, и я чувствую, что мы находимся в райском состоянии. Здесь любовь, здесь все, и ребенку это все близко и понятно. Как мама обнимает. Да, как мама обнимает. Конечно, если дома там все собачатся и нет любви, то рай это будет, ну, так это вот и будет неискрене. Что касается ада, то, опять же, вот для меня, вот как бы в отношении детей, вот только через то, что Христос победитель ада, да, что, в принципе, ну, грехопадение, грех там, да, вот отрыв от Бога, это и есть ад, на самом деле. Про сковородки сейчас уже, слава богу, давно не говорят, это такое... Запугивание. Понятие, да. Меня очень, кстати, меня очень пугает такая тенденция в соцсетях, я замечаю, все, что сейчас люди стали бросаться, словами, «горит тебе в аду», ну, это неверующие, конечно, люди, но вот раньше так не было распространено, и абсолютно вот как бы... В общем, иногда даже и верующие люди, люди иногда там говорят про кого-то, что-то, вот, это довольно чудовищное такое отношение, и как бы ад нужно преодолевать в себе, я бы сказала, и не поддаваться ему. Ну, вот еще что важно, вот очень важно воспитывать в семье вообще возможность умения говорить о главном, о серьезном, о каких-то действительно проблемах бытия, личности и все. К сожалению, этого часто нет в семьях, но это необходимо. И, в принципе, запрос должен исходить от ребенка все-таки, запросный разговор. Вот нельзя ему навязывать этот разговор. Как мне кажется, родителям подростков его нужно услышать особенно. Особенно подростков, да. Особенно для того, чтобы услышать этот запрос, нужно захотеть, нужно оторваться от своих дел, надеемся, наши дорогие телезрители всегда будут находить время, чтобы поговорить с своими детьми о Боге. Спасибо большое. Елена Викторовна, спасибо вам огромное, что пришли и рассказали нам. Но я напомню, что с нами была писатель, редактор, автор и составитель популярных книг о вере и церкви для детей и взрослых Елена Троснякова. Дорогие друзья, давайте вместе прочтем молитву перед иконой Божьей Матери Владимирская. О всемилостивой госпоже Богородице, небесная царица, всемощная заступница, непостыдное наше упование. Благодарим Тя о всех благодеяниях российским людям от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворной иконы Твоей явленных. И ныне, не приблагая владычицы, призвина ны, грешная и недостойная рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, а ежи избавитесь нам от всякого зла и сохранитесь всякому граду и весе и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенник и междоусобные брани. И спроси всем и живовласти суть благоденственное и мирное житие, здравие, долгоденствие во всем благое поспешение и спасение. Сохрани и умудри пастыри церкви, ежи достойно пости стада Христова и право править все слова истины. Укрепись христолюбивое всероссийское воинство, подожди дух совета и разума военачальникам и градоначальникам. Не спасли святое Твое благословение и всем православным христианам, поклоняющим Ти и молящимся предцельбоносную Твою иконою. Буди нам заступница и ходатайца пред престолом Всевышнего и держи предстоиши. Кому уба прибегнем аще не к Тебе владычице, кому принесем слезы и воздыхание аще не Тебе пресвятая Богородице. Не имам бы иные помощи, не имам бы иные надежды, разве Тебе небесная царица. Под Твой кров притекаем, молитвами Твоими не спасли нам мир, здравие, земли плодоносия, воздуха благорстворения, избави нас от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапной смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. В разуме и научи, Найва всемилостивая заступница, как обезгрешно прийти путь земного сего жития. Ты, веси немощи наше, веси и согрешения наше, но и веру веси и упование видишь. Тем же даруй нам исправление греховной жизни и умягчи злые сердца наше. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наше дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любви. В добрых делях приспияния, избави нас от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечные. Тебе оба просим, Пресвятая Владычица, и припадучи пред святою твою икону, молимся, умилосердиеся на ны и помилуй ны, страшный же день суда, ходатайством и заступлением твоим сподоби ны, стати одесную и сына твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и с пресвятым и благим и динасущным Его Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 7 февраля. Друзья, вторник. Церковь молитвен ждет память святителя Григория Богослова. «Все прощает Бог кающимся и молящимся», говорил преподобный Нил Сорский. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом в новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова